Трасса 101 Приветствую в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает почти Российское министерство транспорта готовит поправки в ПДД, вводящие понятие средней скорости движения Изменить планируется пункт 10.1, правил, где будет говориться о том, что водитель обязан поддерживать скорость Как мгновенную, так и среднюю, не превышая установленных значений Соответственно, штраф за превышение средней скорости движения станет легитимным Такое взыскание существовало в нашей стране с 2013 года по 2021 Оно было отменено по решению Верховного суда, сославшегося как раз на то, что в ПДД о средней скорости не упоминается Трасса 101 В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий серьезные штрафы для велосипедистов А также водителей электрических самокатов и других средств индивидуальной мобильности В частности, речь идет о взысканиях за превышение скорости Минимум 800 рублей, максимум 5000 За передвижение на самокате двух и более человек хотят штрафовать на 2000 рублей За оставление места ДТП на 5000 С велосипедистов и самокатчиков, находящихся в нетрезвом виде, предлагается взыскивать 10 тысяч рублей Сейчас этот проступок оценивается в 1500 С наступлением августа российские дилеры подняли, а в некоторых случаях резко подняли, стоимость новых автомобилей Главные причины – ослабление рубля и повышение ставок утилизационного сбора Так, бензиновая версия кроссовера Москвич 3 выросла в цене сразу на 300 тысяч рублей До 2 миллионов 220 тысяч Популярный Хавейл Джоли он подорожал на 150 тысяч Его новый начальный ценник без малого 2 миллиона рублей На не менее востребованный Джили Кул Рэй накинули 30 тысяч За кроссовер теперь просят от 2 миллионов 200 тысяч В модельном ряду Автоваза подорожал на 8 тысяч рублей только внедорожник Нива Ледженд Теперь он стоит минимум 830 тысяч Трасса 101 А компания Toyota представила новое поколение Land Cruiser Prado Внедорожник получился угловатым На американском рынке он будет стоить порядка 55 тысяч долларов Около 5 миллионов рублей по нынешнему курсу Как и ожидалось, модель лишилась шестицилиндрового двигателя Теперь базовая версия будет оснащаться рядной турбированной четверкой Мощностью 330 лошадей, объемом 2,4 литра Трансмиссия – восьмиступенчатый автомат Продажи нового Prado стартуют весной 2024 года На этом все Подписывайтесь на наш телеграм-канал Трасса 101 До свидания Трасса 101